Моя цель с того, что я хочу убрать с глаз и избавиться от всех подключек, привязок, эгрегоров, крючков и зацепок во всех моих воплощениях. Хочу улучшить здоровье, которое ухудшилось с января 2020 года. Настал очень плохой сон, каждые полтора-два часа я встаю. Хочу прожить максимальное количество лет, которое мне отпущено в этом воплощении. Хочу попросить прощения у всех душ, абортированных мною, так как я была кушать-гинекологом и делала много абортов женщинам. Хочу передать сообщения о моем освобождении мужу Моисею и брату Борису, если возможно посмотреть на их души, где они сейчас. Перекидать информацию всем родным и близким, которые ушли и оставить информацию в свободном доступе. Что мне делать с недовязанной кофтой для Ларисы Денисовой, которая явилась вампиром моей энергии, после чего я себя ужасно чувствовала и даже попала в скорую помощь. Что это за кофта? Вот эта женщина, моя соседка, которая попросила меня связать ей кофту, которая у меня, и когда я начала вязать, уже наполовину мне было так плохо. У меня было такое состояние, что оказалось, что вот-вот сейчас я вообще умру. Я не знаю, что это, я не могу вам передать словами это состояние, но оно было такое плохое, что я с дочкой поехала в скорую помощь, и они там посмотрели со стороны сердца, легких. Все у меня было нормально. Они считали, что это со стороны нервной системы, и я считаю, что это сглаз вот этой Ларисы Денисовой, что она является вампиром, она забрала у меня всю энергию. Я эту кофту не довязала, мне осталось чуть-чуть, и я не знаю теперь, что мне делать. Дальше. А нитки чьи? Чьи нитки? Нитки ее. Ей купили нитки ее внуки, прислали из Нью-Йорка в Сент-Луис, и она мне принесла, она их не трогала, она принесла мне в этом мешке, как они и были. Но единственное, что она приходила, я мерила на ней спинку, я мерила вперед, так что я с ней общалась с этими вещами. А до этого, когда вы общались с ней, вы что-то чувствовали, какой-то негатив? Понимаете, я ничего, вот в том-то и дело, что я обычно чувствую людей, но она, понимаете, она сыграла на том, что мы одного года рождения, мы жили в Советском Союзе, и мы пережили почти все то же самое вместе, как и она. И она, и голод 32-й год, и 37-й год, у нее отца забрали, у меня отца забрали, и так далее, и так далее. И она оказалась такая, но она, что мне в ней не нравилось, когда она приходила, и говорит, эта клеенка я такую хочу, эта вешалка я такую хочу, ой, у вас это красиво, ой, у вас это, я, вот это вот, меня как-то неприятно было в отношении. Но я опять не предала это никакому админдата. И когда она попросила мне связать кофту, как я согласилась, вы знаете, ну как будто кто-то меня столкнул это дело. Я внутри боролась делать или не делать, потому что это очень сложная такая яска была. Но все-таки я решила ей сделать, сделать ей оболжение. И вот с этого все началось. Это так и начинается, когда делаем кому-то одолжение. Да. Вот. Ну мы посмотрим, конечно, я бы сейчас ее бы взяла, распаровала. А, мне все так говорят. Упаковала. А еще раз, я бы ее распаровала еще с мыслью, всю энергию мою возвращаю обратно себе. Все чужеродное отдаю, мне ничего чужого не нужно. Вот так. Поэтому я не знаю, как мне в дальнейшем защититься от нее. А очень просто. Никому не делать одолжение. Она живет на моем этаже. И именно вы выбрали меня. То она мне приносила одно. В чем я убедилась, что у нее ужасная энергия. У меня орхидеи, у нее орхидеи. И она нашла подпитку для этих орхидеи. И она делала очень много этих подпиток. И она приносила мне. Я ставила в эту подпитку свои орхидеи. Вместо того, чтобы они у меня росли и расцветали, они у меня погибли. И все. Также прошу мое подсознание простить всех людей в течение моей жизни, которых, может быть, я смогла чем-то обидеть. Прошу прощения у первого творца, если я что-то не поделала в своей жизни. Вот это все. Хорошо. Так. Майя, еще имена родителей скажите. Отца 2, Леонид. Еще раз повторите. Леонид. Ага. А мама Раиса Григорьевна Беленькая. Ну, нам нужно только имя. Леонид и Раиса. Угу. Хорошо. Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда на счет 3, найди в эфирном пространстве эфирное тело Майи. Майя. 1, 2, 3. Сначала я увидела, как в такой ямке, как статуя, вся черная энергия, руки вверх. А потом вижу, что это программа. И Майя как бы копает под собой ямку. И чем больше она копает, тем вот этот портал под ее ногами крепчает, скажем так. В секторе магии вижу, кто-то сидит и спит и вяжет. А вот это, то, что связано, так светится как-то. А вяжет, а быстро-быстро вот так как бы спешит. И тянется оттенитель в сектор интерферентов и к программе жертва. Угу. Также, да, вижу у Майи считывается так, профессия в секторе магии. И я вижу, как работа гинеколога. Угу. Ясно. Сейчас, Вика, считай эфирное ДНК, Майя ли это? Да, это она. И спроси у нее разрешение на работу с ней для нее. Да, она вот так вот, как будто бы хочет проснуться, знаешь, вот так вот, как будто кошмар ей снится. Вот так вот голову туда-оттуда. И так руки протягивает и говорит, помогите. Все вот так вот черное пространство, а здесь где душа, вот так вот светится. И она вот так вот, прямо как бы душа руки протягивает и говорит, помогите. Угу. Да, она дает разрешение. Хорошо. Хорошо. Что ты видишь? С чего первого начать? Что в глазах образуется? В первую очередь слышу, да, вот Лариса, она вяжет это что-то. Сейчас нужно от магии. Да. Так, ну прикажи Вика этой Ларисе, которая находится в секторе магии, проявиться на нашем рабочем столе. Она проявляется в эфирном плане, выглядит как будто у нее правая нога, как это говорят, костяная нога, как будто у нее костыль. И она вот так вот стучит, прямо этим костылем, ногу поднимает, а от колена такой, как палка, с таким копытцем. И она вся вот внутри считывается как ржавая, и такие вот какие-то спирали внутри, где душа должна быть. А левая нога у нее вся в секторе магии, прямо вот так не заканчивается, так порталом и пошла. Так, приказывай Вика отвечать Ларисе, что она делает в пространстве Майи? Она вот так вот руками такими вот так делает, вот так вот и говорит, выманивая жизнь, вот так вот руками. Сейчас я посмотрю, какую программу она поступает. Так, считай информацию, да что за программа? Усчитывается смерть. Вижу, что Майя как будто бы лежит, и такой, как какой-то колышек в сердечную чакру. И душа вот так выходит. Усчитывается, прям звучит так смерть. Первое. Она отстрачивала свою смерть таким образом. Также я вижу, что она перебрасывала карму. А, вот. А Майя слышала, вот это сделать одолжение, когда она приняла решение, я вижу, что таким образом Майя перетягивает в своё пространство вот эти такие закрученные, как спирали, ржавые энергии. Берет на себя карму этой Ларисы. Так, то есть я правильно понимаю, Лариса вторглась в пространство Майи, когда та решила сделать одолжение, приняла такое решение? Когда она приняла это решение, Майя, то эта программа начала работать. А вторглась она в пространство, можем посмотреть, когда. Давай, пусть Майя покажет, когда Лариса впервые вторглась в её пространство. Я вижу, что она зашла в дом, и она что-то вот так открывает ладонь, а в ладони что-то такого сияющего света, такого золотистого. Так, считай информацию, что это такое. Сейчас я посмотрю, что это на физическом плане. То ли какой-то кулон, оно сначала как будто какая-то капелька такая, какого-то фиолетового света. Но также я вижу там энергии гипноза и магии, как будто бы белая с какими-то точками чёрными. Что за предмет, не вижу на физике. Вижу, что на эфирном плане. Так, что с этим предметом потом происходит? Она его Майе даёт? Что дальше происходит? Я вижу, что Майя идёт к подоконнику, к окну. И она вот так вот вставляет эти штучки. А, удобрение. Да, для цветов. Угу. Так. Хорошо. Но они вот так вот идут через руки Майи к этим цветочкам. И подключка идёт к интерферентам. Через это. Сейчас я посмотрю, куда она подключилась, к какому месту. Эфирного тела, да, посмотрю. Считай. Она вот так вот подключилась к сердечной чакре и вот так вот наискосок к сердечной чакре и прямо к программе жертва. Я вижу, что она притянулась на вот эти события, погубить жизнь, аборты, на работу. Угу. Так. Хорошо. Тогда нужно с этим разобраться, с этими, с этой профессией, скажем так, Майи. Нет, пусть сначала убираем эту ведьму. Она вторглась в пространство, а потом уже. Хорошо. Спроси сейчас у Майи, видит ли она, кто находится у неё в секторе магии, Ларису. Да. Так, и спроси у неё, хочет ли она отказаться принимать вот эти удобрения. Это впервые, когда Лариса вторглась в её пространстве. Да. Пусть она... Я вижу, она отдаёт ей. И так, дверь в сектор магии Шух закрыла. Угу. Так, хорошо. Теперь спроси у неё, хочет ли она изменить своё решение, делать одолжение Ларисе и вязать ей этот свитер. Она не хочет его вязать. Нет. И она его не хотела вязать. Вот. Но всё равно она это решение приняла и начала вязать. Поэтому она хочет изменить это решение своё, спроси у неё. Да, хочет. Хорошо. Тогда пусть она своим теперечным сознанием зайдёт в тот момент, когда она приняла это решение, вязать свитер вопреки своему желанию. И отменит его. Ну, я вижу, если она отменит это решение, то карму эта ведьма не получит. А если она отменит, то, потому что я вижу, когда она отменяет это вообще событие, то есть она не защищает себя, то есть карма не срабатывает. И эти спицы, которые в неё, в её пространстве, которые направлены на неё, чтобы погубить её жизнь, они как-то растворяются. Когда бы она отдала эту всю магию, тогда срабатывает карма. Так, да, тогда нужно, какое тогда Майя хочет решение, какой она выход? Она хочет отдать, приказать этой ведьме убраться с её пространства и забирать все её колдовские магические воздействия, энергии. Хорошо, тогда пусть Майя приказывает этой ведьме забрать все воздействия, последствия этих воздействий, все программы, всё её колдовство и пусть призывает силы кармы. Ну, я вижу, что своим решением продавливалась Майя под эту Майю. И она как бы, вот Майя как будто принесла в жертву души этих цветов. Я вижу, она берёт такие огромные, но они повялые, увяли. И она их вот так выбрасывает этой ведьме. Потом ещё что-то так вот со стола выбрасывает. Как бы чашки какие-то. И я говорю, чтобы она приказывала этой ведьме забирать её руками все эти подключки. И вот уходит эта подключка. И пусть Майя выталкивает, распространяет свою собственную энергию по своим всем пространствам. И выталкивает все чужеродные программы, энергии и все последствия. Пусть убирает эту, уничтожает эту ведьму в своём пространстве полностью. Да, и пусть одновременно поднимается вверх. Пусть Майя готовится всё это сделать. И я посчитаю до трёх, и всё это произойдёт. Один, два, три. Вот вижу эти две спицы, как две сосульки огромные. Просто в эту Ларису, вот в пространство Майи, ушли в эту Ларису, в сердечную чакру. Я говорю, Майя, чтобы она очистила, испепелила все эти чужеродные энергии, убрала из своего пространства в портал и закрыла. Она закрыла, как будто она ключ, вот в сектор магии. И отдала эту энергию чёрную, ну, как бы этот ключ, в сектор интерферентов. И сейчас я вижу, что Майя подключена к интерферентам. Такая чёрная идёт на правую сторону. Тогда посмотрим, кто в интерферентах у Майи находится, да? Да, я вижу, что она вот так правую ногу. Идёт подключка по правой ноге, и она вот так вот, буквально, вот так тянет правую ногу. Как бы хочет вытащить её оттуда. Так, сейчас, Вика, приказывай всем интерферентам Майи проявиться на нашем рабочем столе. Появляется какая-то сущность с какими-то инструментами в руках. Эти инструменты похожи на две такие, как сосульки, палочки такие. А выглядит это вот так. Эта сущность такая большая. Это как хозяин Эгрегора. Как рептилия. И вот так вот руки вот так держит, а в руках такие, как инструменты. А здесь, между вот так руками, вот здесь, идёт такой образ такой медсестры. Я слышу, медсестра-проститутка. Медицина-проститутка. И этот образ, как будто это медсестра, скажем так, ну медицинский работник. А у меня короткая юбочка, которая как балерина, вот так. Как говорится, вся красота на виду. Угу. И она вот как-то прижимается вот к животу этого существа. И ногами проросла внутрь этого существа. Угу. Ну, как всегда, вот эта мультяшность, сказочность вот эта. Вот этот коротеск считывается. Я понял. Сейчас, Вика, считай эфирное ДНК вот этого существа. Как он считывается? Он как огромный дух. Чёрный, как будто он идёт, и вот всё рушит на своём пути. Как огромная Годзилла какая-то. Считывается дух вместе с светлым душем. Убийца душ. Угу. Так. Ясно. Кто-то ещё проявляется в интерферентах? В Майи. За это там цепляется сейчас, ну, весь пруд антимир я вижу внизу. Угу. То есть вот этот пруд, как живой, с такими пупырышками, присосками. Угу. Вся эта система. А потом какой-то краб с корабей вот так вот на клещнах лазит. Угу. Вся их система. Я прямо так и слышу, система власти. Угу. Система власти на душу. Угу. Ясно. Тогда давай сейчас посмотрим, когда Майя впервые встретилась с этими интерферентами и позволила им вторгнуться в своё пространство. Пусть Майя сейчас покажет этот момент. Так, вижу. Маленький ребёночек, которого как будто бы впервые впали. Угу. Много радости. Так. Кто-то говорит, что она будет врачом. Отец. Угу. Маленький ребёночек, это Майя, спросил её? Да. Угу. Так. Она соглашается. Она думает, что папа защищает, лучше знает, заботится о ней. Она чувствует абсолютную защищённость и заботу в тот момент. А всё вокруг прямо сияет, всё пространство от счастья сияет. Так. И она вот это своё решение как бы автоматом переносит. Куда она её переносит? Душа её кричит, нет, нет, нет. И такие две палочки чёрные появляются, как спицы. Вот эти спицы, они неспроста. Угу. Это как карма. Угу. Получается вот такой образ вот этой медсестры, в такой юбочке короткой, что, ну, весь интим наверху. Да. А у неё вот такие не руки, а клешни, как у Крюгера. Угу. У этой, такие чёрные, как лезвия, вот такие длинные. И душа кричит, нет. А рациональная часть принимает как… Решение. Как что-то хорошее. Да. Принимает решение. Да, она будет врачом. Так. Я слышу, передаётся по наследству. Вот эта программа… Считай, что за программа передаётся. Считай. Она вот эта такая, как спираль, как ржавая спираль. Вот эта Лариса, у неё тоже вот эта есть программа, но больше очень выражена. Угу. А этот эгрегор, это у этого эгрегора, у этой программы. Служить системе. Так. После того, как Майя согласилась и приняла такое решение быть врачом, что с ней дальше происходит? Пусть она покажет, когда она встретилась с интерферентами. Впервые. Я вижу, что в тот момент идёт подписание контракта. Может ещё до этого есть, но там был подписан контракт. Её душа сначала кричала «нет», а потом она вот так вот и пошла по стопенькам вниз. Угу. Тогда… И снова ключ появляется. Вероятно, где-то надо найти, что за ключ. Она берёт вот так как бы на цепочке этот ключ. Он такой тоже как спиралька какой-то, вот так, завиток такой. Угу. И она этот ключ вставляет и заходит туда в пространство. Там, внизу. Так. Давай. А там сидят какие-то сущности. Так. Она с ними подписывает контракт? Да. Угу. Пусть сейчас Майя покажет этот контракт, который она с ними с этими интерферентами подписала. Пусть положит его на рабочий стол. А ты считай условия. Вот сейчас, одну минуточку, я хочу посмотреть, потому что какая-то сущность. Угу. Она выглядит как облачко какое-то серенькое. А… камуфляж. Этот вот дух. Так. Снимай все защиты на снятие колдовства, считывание. И прикажи этому облачку принять форму в соответствии с его эфирным ДНК. Вот это Годзилла, вот с этим Эгрегором. Вот это медсестра как будто бы с живота ему растет. Угу. Вот так. А ее вот эта вся красота, вязать ее, вот у него прямо вот тут, возле груди. Угу. А юбочка вот так вот, веером. И она вот это своими этими клешнями вот так орудует. То есть, работать чужими руками, а карму принимать на себя. Угу. Так. Да, она подтверждает, она мне показывает масштру. Вот так, да, и показывает сектор магии. Она по отношению к себе находится в секторе магии. То есть, и она показывает, какая-то гора возле нее лежит. Так. Считай информацию, что это за гора. Они считываются как трупы. Трупы нерожденных людей. Но они выглядят как будто они взрослые люди, вот так как набросаны такой кучей друг на друга. Угу. А она вот так их вынимает вот такими. Эта программа так в секторе программ магии работает. Как будто бы вот эта медсестра там сидит и вот такими клешнями у женщины этих людей, ну взрослых, вытаскивает и так бросает на эту кучу. А эта куча вот такая огромная. Я вижу, что эта куча это как шапка на этом пиндере. Угу. Так. Ясно. Так, так, так. Эту шапку мы вчера видели. Вот такая вот шапка и она тянется, ну как шапка на пиндере. А он там этот дракон где-то там внизу и у него так вот этот пиндер прямо как в сектор магии торчит. И вот эта вот шапка тянется в сектор магии, в сектор интерферентов. И это они, я вижу, как этот змей, вот этот пиндер у него, а эта шапка, эти люди мертвые. И от этой шапки, образно говоря, он так прямо ему в рот энергию пьет. То есть он, вот этот антимир, питается вот этими душами, убитыми во время абортов. И это дает ему силу. Вот теперь понятно, почему Бидон в первый же день своего правления принял, легализовал аборты и направил все. Границы? Да, да. Ужаска. И детей, да? Понятно. Да, а так она беззащитна на детей. Угу. Ясно. Ладно, Вика, сейчас отсоединись в этой ситуации, возвращайся к контракту, который моя подписала. Да, подписалась. Так, и считай, какие его условия этого контракта. Ей приделывают на руки, вот так вот к локтям, вот эти клешниках. Угу. Они как клешни, как косы. Сейчас, когда я присмотрелась, вот как будто бы коса, которые косят траву. Угу. вот так вот приделана вместо рук. И она соглашается косить жизнь. Угу. И служить культу. Так. Считай, скрытый смысл этого контракта. Сейчас вижу, что Майя как-то прищурилась вот так и смотрит. Знаешь, как вдаль смотрит? Угу. Она так прищурилась и смотрит туда, в сектор миссии. я слышал запрет. И от сектора интерферента вот к первоисточнику, то есть к ее душе идет вот так вот такой, как будто бы куча этих тел набросанных. Так. И слышал запрет. И она так смотрит вот туда, где первоисточник. Угу. А с читой информации, что значит запрет? Запрет ей доступ к первоисточнику и путь вообще там закрыт? Нет. А какое это значение? Не знаю, я слышу запрет продолжать. Я смотрю, вот что там находится, где первоисточник. И я вижу, что там какой-то как символ, шар какой-то. Угу. Угу. Сейчас я посмотрю. Он такой, как шар, но разрезанный, как плоскость. Угу. И имеет такой цвет гипноза. Так. А считывается, как пулю-люкать, убаюкать. Вот программа усыпления. Так. Это так символ этот считывается? Да. Вот этот плоский диск такой. Так. Он как гипноз. Как бы успокоить, усыпить. А даже не усыпить, а вот так вот убаюкать. Улю-люкать, убаюкать, заболтать. Вот такое вот. И такие идут искажения, как взлом. Взлом чего-то. Так. Как зомбирование. Процесс зомбира. Сам процесс зомбирования. Самогипноза. Самообмана. Так. Так. То есть, этот процесс улю-люканье, скажем так, направлен на майю. Считай информацию. Какая цель этого? Липноза. Зомбирование. Нет. Это то, что человек делает. Вот. Вот эти трупики, да? Да. То, что он делает, он сам себя зомбирует этим же. Ну, как бы усыпляет. Ну, как бы усыпляет. Ломает свой механизм. Механизм осознания, где истина, где ложь. Вот. Вот. И вот я вижу, вот это ступеньки вниз. Но я ее вижу еще. И ее вышли, я находится в секторе миссии. И у нее тоже в руках, вот как будто меч такой, тоже похож на такую длинную палку. И она этой палкой вот берет этот символ. Вот так подделай его. Знаешь, может ты видел когда-нибудь чайный гриб? Ну, примерно, да. Я понял. Он такой слизкий, противный. Да. И вот этот символ, она вот так его подделала, он похож на этого гриба. Вот так вот подделай его. И он такой, как слизь какая-то. Угу. Ну, пора этот контракт рассказать. Да, да. Спроси сейчас, отсоединись от этой ситуации. Спроси у Майи, хочет ли она сейчас этот контракт расторгнуть. Да, она хочет расторгнуть. Я вижу, что она отвергает это предложение. Угу. она как металлом с сектором магии. Потому что насилие, это и есть магия. И с программой жертвы. То есть, насилие и жертва. Я слышу, что завязала карму. А сейчас она ее развязывает. Угу. Отказывается. Она говорит, что отказывается служить темным. Так. И она расторгает этот контракт. Хорошо. Я вижу, что она вот так вот снимает верхнюю часть этого контракта, черную. И у нее отпадают вот эти штуки с рук. Угу. Руки начинают светиться. И я вижу, у нее по локтям такие, как браслеты черные, импланты еще тянутся. Я говорю, чтобы она вытаскивала хозяина этих имплантов. На наш рабочий стол. Пусть приказывает проявиться ему. Я вижу, что это связано с работой. Вероятно, с ее назначением или что-то. Она подписывает соглашение на работе. На физике? Да, да, да. Я слышу, как приступила, ну, вступила в должность. Угу. Так. Спроси у нее, хочет ли она сейчас в эфирном плане это свое решение убрать, изменить? Да. Хорошо. Пусть она свои... Она может отказать делать, то есть она может вычистить, я слышу, вычистить этот контракт. То есть вычистить свою жизнь и те решения убрать, когда она решала вторгаться в пространство, кого бы ни было. И... Делать аборты? Да. Угу. Хорошо. Пусть она сейчас... Ну, очистить, скажем так, контракт. Пусть откажется делать эти аборты. Она выходит вот вверх, а как будто бы из пасти. Вот такие, как капкан, такие зубы. Угу. Вот так вот. И она выходит прямо, как будто бы из пасти этого дракона. Вижу, как ноги она забирает, вот как шлейф тянется. Угу. Пусть Майя очищает полностью свое пространство от всех подключек, зацепок, крючков, имплантов, от всех последствий этого контракта, этих своих решений. Пусть выбрасывает все в портал на уничтожение, всю карму отдает антимиру, виновникам, и пусть поднимается у нее. Да. И вот этот какой-то директор, какой-то начальник из сектора магии, он уходит. Угу. И в этот момент у нее вот эти браслеты вот на локтях, ниже локтей, уходят. И она снимает вот эти импланты руки, такие черные, с такими, как у прюклера. Угу. Угу. Убийца детей программа называется. Она это снимает, я вижу, что она снимает из головы импланты, из глаз. Я говорю, что она полностью избавлялась от всего того, что не принадлежит ее эфирному божественному ДНП. Да. Эталонному. Да. Пусть выталкивает и очищает все свое пространство, и отдает антимиру, призывает карму. Пусть всю карму, да, отдает за все эти решения, за все эти смерти, пусть отдает антимиру. И поднимается вверх. Да. Она это сделала, и она поднимается вверх. И сейчас я вижу, она выглядит как античная богиня, чья-то мать. есть. Угу. Имени еще не слышу. И у нее такая длинная палочка в руках. И она что-то там пишет. А слышу, как начертает. Так, спроси у нее, что она пишет. Она говорит коной жизни. Она вот так вот пишет, и она так в пространстве висит, и что-то темное такое сползает и уходит в сектор интерферента. Она, я вижу, что она вот так вот, как женщина рожает, она вот так берет, один за одним вот что-то из себя вынимает, и вот туда, сейчас я одного, но их много. Да. Так развешивает пространство. Считай что-то такое. Возьми это одно что-то, что она развешивает. Она говорит, что она мать всех этих детей, погубленных детей. И она вот так берет все эти души и так делает. И вот эта черная энергия, эта боль, страдания уходит, а светлая душа вверх летит. Угу. Всех этих детей? Угу. Всех этих детей? Все делают. Угу. И когда она это все сделала, она вот так вот вынула такой имплант из себя, и он загремел, как будто металлический. Так. И она говорит, что она вернула роду, память. Память жизни. Так. А что это значит, память жизни? Спроси у нее. И какому роду она вернула? Сейчас я вижу ситуацию, когда у нее, она как будто была в подъезде, вот что Элла рассказывала. И у нее такое нападение черной энергии, и она вот так вот как сбрасывает ребенка. и вот эти энергии вот такие, как будто бы выдавливают. Угу. Угу. Это тоже все связано с этим. Это выкидыш, когда у нее был, да? Да. И она тоже это, тоже самое сделала. То есть она очистила эту душу от этих страданий. Угу. И от энергии смерти. Хорошо. Да, это Элла. Она говорит, Эллочка. Угу. Угу. Она вот так тоже сделала. Угу. И светящаяся часть такая, как душа полетела, а вот эта черная уходит. Угу. И в этот момент я вижу, у нее начинает светиться. Вот первая, вторая чакра светится. И она вот так смотрит на третью чакру. И там такая вот, как черная полоса, как будто бы это юбочка была. Вот что эта юбочка означает. Что? Вот это, как родовые, как родовые программы. Угу. Вот. А когда вот эта юбка, как бы вот она вот так вот, как обнажить рот, оставить его без защиты. Угу. Я вижу вот эти символы, вот эти, в этих балеруны и балерины. У них же все как бы на виду. То это, вот это как раз и означает уничтожение рода. И обнажить рот, забрать у него защиту. Я вижу, как она эту юбочку снимает черную, выбрасывает в портал. Угу. И появляется в этом платье, как отечная богиня ходили. под грудью, такая как. Ремешочек или как? Ремешочек, какой-то поясочек. И у нее так платье, как знаешь, какая-то шторка упала. Все закрыла. Угу. Вот. Я слышу, как священные. Угу. Хорошо. А сейчас у нее какой-то ремешок, вот этот под грудью, он такой темный, неестественный. И подключка тоже идет в сектор интерферентов. Угу. Приказываю, Вика, хозяину этого ремешка проявиться в нашем рабочем столе. Странно, слышу, институт. Институт воспитания. Воспитание. И вижу ее студенткой в аудитории. Угу. Так. Пусть она покажет ситуацию, когда этот ремешок у нее впервые появился в ее пространстве. Он усчитывается, как приняла искаженное мышление. То есть вот какой-то момент произошел, и мышление как исказилось, и она приняла решение как бы заблокировать. Угу. А считывается вот так вот, как будто бы уничтожить себя. Надавливать самой на свою сердечную чакру. То есть получается вот так давить в середину по собственной воле. Угу. Так. Спроси у нее, хочет ли она сейчас от этого ремешка отказаться, изменить это свое решение. Да. Оно звучит еще как «жить по правилам». Угу. Системы? По правилам системы? Да. Да. Угу. Хорошо. Пусть тогда Майя своим теперешним сознанием зайдет в тот момент, когда она приняла это решение, жить по правилам системы, и изменит его на противоположное. Я ей говорю, что она может отменить все те свои решения, когда она принимала свое сознание все подряд, отсеять и принимать только то, что соответствует ее высокой цели. быть свободной, быть в гармонии с первотворцом, своей душой, с вечной жизнью. А все, что связано с антимиром, с этими паразитическими системами, от этого всего отказаться. И она снимает вот этот, как ремень. Прямо вижу это, как обыкновенный ремень, сбрасывает и говорит, что она отказывается служить в системе. И вот этот образ этой медсестры, которая вот задом повернута к этому демону, она вот разворачивается и этому демону по морде пьет. И снова я вижу, как это юбочка шух, как штора в театре. И опустилась, упала-то. И она снимает из головы такой, как имплант, серый котелок. И он связан с сердечной чакрой. Она говорит, служба принятия решений. Ремонтирует вот так. Знаешь, вот так стоит и ремонтирует. Я говорю, чтобы она отремонтировала свой внутренний критик, свой внутренний голос, чтобы она слышала свою душу, зов своего высшего Я. И всегда принимала решения, которые будут ей всегда на пользу. На благо ее личное и благо всей Вселенной. Нашей Вселенной. Угу. Да, она отвязала это, выбросила. Хорошо. 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 Так. Как сейчас выглядит ее эфирное тело? Посмотри, напиши. А сейчас я вижу, она зашла в сектор миссии. Ну, открыла дверь, зашла туда. Угу. И у нее есть еще подключка к сектору интерферентов. И сейчас я вижу, что она как будто бы в каком-то космическом корабле. Вот это сектор миссии, как космический корабль какой-то. Она в него села и полетела. Так. Я говорю, чтобы она показала, когда впервые в ее пространстве появились интерференты, когда она подписала любое соглашение, приняла в свое пространство чужеродные энергии. Да, когда это произошло впервые в любом из воплощений, когда она встретилась с интерферентами. Я вижу ее в виде женщины, которая идет и что-то собирает. Как будто бы на поле что-то лежит. И она что-то собирает. Какие-то зернышки, они черные. Они считываются зерна забвениями. И такая туча черная надвигается. Эта энергия очень зловещая, черная. Вот этот дракон. Он закрыл с собой свет первоисточника. Он вот так вот вылетел и вот так вот закрыл. И так как бы смотрит. Как бы лежит в небе, разлегся так. Вот. И с собой окутал ее все. И она что-то вот смотрит, считает. Слышу голод. Так. Это происходит в эфирном плане? Пусть моя покажет, что на физике в этот момент происходило. Вижу какие-то люди, они ходят по полю, что-то собирают. А из сектора магии кто-то в таком полосатом каком-то плаще их бьет. Такой достает палкой, бьет, бьет. Так. Пусть моя покажет, где она в этой ситуации. Она говорит, что она подчинилась приказу. Так. Какому приказу она подчинилась, спроси у нее. Собирать пищу. Так. Кто отдал этот приказ? Пусть она покажет. Она показывает на этого дракона, который там на небе лежит. Угу. Угу. Вот этот человек, в этом полосатом, какой-то полосатая такое у него как-то одежда какая-то, как халат какой-то, что ли. Угу. Как будто бы оно соткано, не яркие такие цвета, как будто бы нитка одна белая, а другая синяя и красная. Они так переплета такими полосочками, три полосочки. Одна вот такая синяя нитка и белая, потом белая. Как будто бы шерстяная. А потом такая полосочка идет синеватая. Потом опять белая, потом красная, потом синяя. И вот так вот он в таком плаще. И он вот как-то все размахивает вот так вот это все. И какая-то чалма у него такая же на голове. Так. Прикажи этому человеку принять форму в соответствии с его эфирным ДНК. Он связан с этим вот драконом. Драконом. Да. Так. Он выполняет волю дракона. Он считывается как человек-марионетка. Угу. Так. А спросил Майя, почему она собирает вот эту пищу, эти зерна? Она показывает на этого дракона и говорит, что он закрыл благодать, добро Вселенной. А вот этот колдун заставляет собирать какие-то крошечки маленькие. Они такие белые и черные. В энергетическом плане оно выглядит как черная энергия. И такая белая какая-то, как гипноз. Подчинение вместе. Угу. Так. Пусть Майя покажет. Она какой-то контракт подписывала с этим драконом. Пусть она покажет этот момент. Да. Она говорит, что она согласилась. Я вижу, какая-то там штука стоит. Какой-то механизм. Такая машина какая-то, на таких, как на козлах. Как ноги такие. Вот она такая довольно высоко стоит от земли. Похожа на попкорн. И в одну сторону там люди выходят по таким ступенькам и засыпают туда такие, ну да, как кукурузу. Так. А потом оно вот так там что-то, да, там огонь есть внутри. И вот так разлетаются, вот так вот разлетаются эти, как попкорн. А люди ходят, это собирают. Так. Вика, считай информацию, что это за механизм. Что он делает? Что он производит? Ну четко я вижу кукурузу. Вот початок кукурузы. Рыженький такой. А это все называется почему-то манна. Так. Манна небесная, как говорят? Ну то, что она небесная, это связано с этим вот драконом. Да. Но она не небесная. Аааа. Вот. Это переписали потом, придумали, что она небесная. Да. Вот я вижу этот в секторе магии сидит, пишет писатель черный. А как на самом деле? А оно считывается как гнобление, как начало гнобления. Вот так я слышу. Повиновение, дрессировка, вот так вот. И о людей всех бьют. Так. А вот этот человек, который в секторе магии, у него такие как будто бы он громовержец какой-то. У него такая палка и он людей вот так бьет этой палкой. а иногда у него от этого дракона, который вот там в небе, такие как гром и разряды молнии. Угу. Так. И он считывается как марионетка. Угу. Пусть Майя сейчас покажет тот контракт, который она с этим драконом подписала. Оно считывается как довольствоваться малым. Появляется какой-то символ, вот такой как зеленый огуречек. Знаешь, он так вот растет, кружится и такой огурец растает. Так. И он вот так вот растет, вот так зеленый появился такой росточек красивый. Ага. 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 добро потому что огурец очень быстро растет и я вот прямо вижу как это движение как он просто ищет свой самый правильный путь вот этот росточек так он закручивается в этих энергиях и дает свой плод а с этого плода него можно кушать а можно посадить и снова будет бесконечно одно и то же а вот эта машина она считывается вот как суррогат как подделка как подделка благополучия как подделка добра так и слышу подделка добра так сейчас века вернись к этому контракту с читаем формально какие еще условия и она вот этот огурчик вот так который закрутился живой зеленый вот отложила вот так сторону и и принимает вот эти и снова слышу крохи вот эти черные как монетки как две какие то есть они считываются как семена так а какой скрытый смысл всего этого контракта с читай рассчитывается вот бить бить и бить вот так то есть согласно соглашаться быть согласным быть битым бесконечно да ясно спроси ума и видит ли она какой контракт ею подписан с кем какие условия да и спроси она говорит что она пошла на это это ее миссия была да спроси у нее хочет ли она сейчас этот контракт расторгнуть да тогда пусть она это сделает пусть она своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда она его подписала и расторгнет его я вижу как это происходит я вижу что в том воплощении вот это сознательное она такая матерь маленькая как будто бы ее душу и подсознание вот так панцирь взяла и сейчас она вот берет это этот панцирь просто разрывается и она вот этот огурчик который отложила вот сторону пододвинула как бы отдалает это курчик этому змею который там небе завис и она его берет и вот так вот укусила как кушает а этого дракона и начинает вырастать вырастает становится огромное и берет вот этого дракона и вот так этого дракона пьет как ее там били постоянно и вот этого дракона и вот так и вот так и вот так и вот так все бьет я говорю чтобы она полностью отдала абсолютно все воздействия все последствия этого антимира все его лжи насилия и магии пусть отдает и призывает силы кармы и полностью освобождается от всех контрактов под контрактов от всех соглашений подчиняться антимиру этим энергиям смерти и она вот так вырастает огромная и вот этот такой у нее такой щит на груди как квадратик какой-то с такой пимпочкой манипуляция считывается и она это вырывает и там тоже такой как как меч в сердечной чакре вынимает и вот этим мечом прямо вот в этого дракона я говорю ей чтобы она выталкивала и я вижу как у нее из ее пространство просто такие шмотья какие-то разлетаются красные то есть вот это агрессия и окончательно уходит вот эти этот эгрегор акушерство вот это все выходит с ее пространство она освобождается поднимается вверх прямо как торпеда вверх летит я говорю чтобы она все отправляла все чужеродные энергии туда откуда они пришли все в антимир и всю карму за все ее жизненные ошибки которые она делала во всех воплощениях это все принадлежит антимиру божественная душа совершенная в принципе не может ошибаться она совершенная а все что ошибки это принадлежит антимиру пусть он и забирает то что ему принадлежит да все эту карму все последствия контракта пусть всю эту карму за это она отдает в антимир и поднимается вверх она чья то мать снова вышла с этого как будто бы прилетела с этого кораблика своего вышла в сектор миссии я слышу мать так а считай информацию или спроси у нее чья она мать как-то народов или народа какого-то народа какого народа считай информацию как мы мы этот народ знаем на земле он называется мир так что что это еврейский народ она была сарой какой-то сарой я слышу ее имя сара а ее мир ее народ называется мир и она говорит что она пришла освободить мир ее народ так называется он имеет вот эту форму шара гармония и я вижу как она вот эту плоскую штучку с этого шара убирает вот это такая штука была она уходит это как гриб какой-то как чайный гриб и она уходит и начинает сиять вот это все хорошо хорошо так и как сейчас выглядит эфирное тело Майи посмотри считай информацию она сидит вот так как на троне и и как те лучи от нее идут энергосфера правильной формы шарообразная и вот это слово звучит постоянно шалом и оно имеет значение как как мир как полноценный мир как целостный мир этот народ так называется тоже он такой был и он такой будет и он имеет отношение к целостности всего на вообще всей вселенной он показывает что этот народ вышел из души мироздания и она говорит что он первый и он последний так а что значит первый и последний спроси у нее пусть она скажет она говорит он вышел первый и зайдет последний закроет дверь за всеми и постоянно вот идет что претерпел больше очень много претерпел да ясно ну хорошо отсоединяйся к этой ситуации посмотри еще раз на эфирное тело майи опиши как она выглядит считай информации если на ней еще какие-то воздействия есть еще есть у нее вот где седьмая чакра идет сектор магии приказывай хозяину этого воздействия который находится в секторе магии проявиться там кто-то как будто бы вот так вот слушай меня слушай меня такой серой палец серая кисть слушай меня слушай меня так прикажи этому кому-то проявиться в соответствии с его эфирным днк я вижу что это такие программы которые у нее остались еще от ее отца и ему это тоже мешает он как бы закрыт в каком-то пространстве таком такое серое пространство похоже на такой какой-то как камень ну майя сейчас может обличить эти программы которые у нее после отца остались пусть она назовет своими именами как она хочет это сделать или просто уберет их из своего пространства она вот так показывает она передает информацию отцу Леонид да? да я слышу да она вот так вот из рук вот так передает ему информацию всю и она показывает что дракона нет хорошо пусть сейчас майя уберет привязку если у нее есть к отцу да пусть передает ему информацию и пусть эту привязку убирает из своего пространства он как будто бы просыпается и вот так вот выходит я ему тоже передаю информацию что он может выбрать самое лучшее пространство где отдыхает души и оставлять все эти негативные воздействия все программы чужеродные все что его держит в низковибрационных пространствах он может оставить и уходить вот взлетает так ангел я ему говорю чтобы он поднимался и закрывался за собой портал как только доберется до места где отдыхают души и он берет как будто бы мою за руку а вот эти все программы и они поднимаются вверх только он в одном он в другом пространстве она в этом пространстве а между ними такая есть стена разное пространство но вот эти все программы между ними падают разрушаются я говорю чтобы майя простила отца и простила себя за все те ошибки которые она делала и за все те негативные воздействия и за все те решения и приняла сейчас решение слушать только свое высшее я свою душу и первоисточник взлетает тоже как ангел хорошо да я говорю чтобы она почистила все свое пространство и убрала все эти конструкции уничтожила их в портал на утилизации и у нее сейчас душа как бы открывается у нее душа вот эти до сих пор есть еще такие программы блокирующие душу я говорю чтобы она полностью убрала все то что мешает ей соединить ее рациональную часть с подсознанием душу тело и дух все вместе так пусть моя сейчас восстановит эталон своего эфирного днк пусть она покажет где он находится он находится в ее душе и высшим я а дальше она показывает что не очень сильное чувство вины есть я и говорю чтобы она отдавала всю карму за все что она делала неправильно антимиру да пусть всю вину отдает да это было все что антимира вся эта вина все эти блоки пусть отдает это оттуда исходила пусть всю карму за это и отдает пусть антимирую и получит да она выходит я вижу как будто у нее босые ножки вот и поднимается вверх по ступенькам я говорю что передаю информацию что сейчас идет переход возвращение домой первое источнику к источнику наших душ нашей жизни чтобы она убирала все подключки привязки и от антимира и соединялась первое источник я вижу ее что она как будто бы упала как будто бы на пустыне она там упала на землю а он ее вот так огромные такие руки как поднимают и в этот момент она засияла как солнце я вижу как ее корень соединился с первоисточником ее душа я так называю корень так похоже на корень и она смотрит на себя у нее руки сияют вот так вот лучи идут ноги и руки все сияет начинают пробиваться вот эти лучи сквозь физическое тело и я говорю что она ее физическое тело подчиняется ее воле сейчас она может убрать из ее физического тела всю негативную память все психоэмоциональные блоки все низковибрационное все что мешает ей быть единым целым с перво дворцом с личной жизнью и гармонией пусть она убирает это все и отдает антимиру все что мешает быть совершенной пусть отдает все то что принадлежит антимиру пусть отдает ему да она как будто бы вскочила на подпрыгнула и вскочила на краешек я так вижу как происходит переход как будто бы на краешек такой скалы светящийся и она говорит я дома хорошо хорошо так теперь пусть майя уберет привязку ко всем людям которые находятся в ее пространстве пусть она все эти привязки найдет всем им передаст информацию о своем освобождении и всех их уберет из своего пространства она говорит я чистая хорошо хорошо так тогда пусть она еще передаст информацию о своем освобождении своему мужу брату и маме она буквально как будто бы в такую трубу она вот так вы свободны вы свободны хорошо теперь пусть она эту информацию о проделанной сегодняшней работе оставит в эфирном пространстве с вкладом доступе для всех желающих отсоединись от этой ситуации пусть сейчас майя также информацию о своем освобождении передаст в свое родовое древо каждому кто там находится если еще там какие-то искажения есть пусть исправит какое-то вот ее воплощение вижу перед этим которое было перед тем которое я видела что там происходит что она там делать она какую-то красную энергию отдает что это за красную энергию считай и кому нам дает она что-то связано с ее вот вторая чакра она там считывается как сара и вот эта красная энергия агрессия там что-то связано с как будто бы кто-то но как бы брат брата пьет вот как-то так то есть бить своих пусть она сейчас покажет когда у нее это красная энергия впервые появилась в ее пространстве что там произошло она показывает каких-то двух младенцев так они разные один проявляет энергию такую агрессивную по отношению к другому я не знаю что это может это символ какой-то спросил никто и она говорит снова вот я слышу мир мир кто эти младенцы это ее дети спросили да она показывает ее дети они в таких шариков пусть она сейчас это искажение уберет как она хочет это сделать она хочет сделать они не близнецы они как двойнятка двойняшки а она хочет сделать их близнецами пусть она сделает как хочет она хочет их сделать чтобы они были как однояйцовые близнецы она может изменить эту ситуацию она это делает она заходит тот момент и она рождает однояйцовых близнецов и чтобы я вижу какой-то символ такой странный как будто бы вот такие двояйцовые близнецы вот эта программа уходит и один держит вот так отрывает какую-то часть ноги с пяточки отрывает и это все уходит в сектор интерферентов и они родились как две родственные души неразделимые и она говорит снова мир вот это слово я постоянно слышу мир этой красной энергии уже нету нет нет и я вижу что вот эта программа снимается бить бить своих вот эта программа бить своих она снимается уходит я вижу что прямо вот эту историю всего народа он такой маленький было потом большой большой и она вся бы такие как крутится как такая спираль и вот это все очищается и все уходит уходит я слышу разделение и бить вот эти программы уходит разделение и бить отлично хорошо пусть моя полностью очищает свое родовое древо от всех этих искажений это она сделала и вот такое что-то странное как будто бы такой большой светящийся шар по всей планете вот так как ударная волна начинает распространяться считай информацию что это происходит или у нее спроси что это за шар и волна вот это уходит программа как мы называем ее фашизма бить своих я вижу как вся планета вот так она пошла это вся волна по всей планете окутала всю планету и планета потом осталась такая светящаяся и поднимается вверх и слышу мир ну этого слова наверно не одно значение мир много слово мир означает если как я вот это вижу как полноценный как совершенный как совершенное добро вот как совершенство нашей вселенной ясно хорошо это отсоединить вот этой ситуации так посмотри еще раз на эфирные тела мои напиши как она выглядит все ли сейчас в порядке спроси у нее да у нее все ли мы для нее сделали на этом сеансе сегодня да хорошо тогда мы с ней прощаемся отсоединись от всех от всего проверяет пространство вокруг себя все ли чисто все ли порталы закрыты будем выходить да все закрыто хорошо сейчас я посчитаю от 1 до 3 и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю открывай глаза открывай глаза